Сегодня мои коллеги уже много говорили о современных достижениях лекарственной терапии. Да, действительно, развитие онкоиммунологии и понимание биохимии опухолевого процесса дает нам возможности для определения новых точек, воздействие на которых помогает нам улучшать показатели выживаемости пациентов и ответы на противоопухолевую терапию. В рамках сегодняшнего доклада мне бы хотелось представить три клинических случая применения современных лекарственных препаратов. Как вы видите, они абсолютно разные по периодам внедрения в клиническую практику, в мировую, так и в российскую. Это абсолютно разные по группам препараты. Начнем с первого препарата, с первого клинического случая применения ингибитора контрольных точек. Молодой пациент, 27 лет, классическая лимфома Ходжкина. После дообследования начата терапия по стандартной схеме два курса биокопа, однако после проведения ПЭТ-КТ сохраняется метаболическая активность 4 подавиль в легком, но учитывая развивающуюся токсичность на фоне двух биокопов и 4 подавиль, было принято решение перехода на химиотерапию АБВД 4 курса. Однако после проведения 4 курсов и оценки ответа по ПЭТ-КТ было выявлено сохранение очага в легком и появление очагов в лимфоузлах шеи. Была взята повторная биопсия, диагноз подтвержден, лимфома Ходжкина классическая смешаноклеточный вариант, течение расценено как рефрактерное, и пациент на тот момент проходила апробация клинического исследования, которое подразумевало введение двух инфузий неволумаба с последующим двух курсов ТХАП с неволумабом. Пациент вошел в это клиническое исследование, перенес удовлетворительно первое введение неволумаба, но здесь давайте остановимся, вернемся немножко к теории. Неволумаб – это препарат, который относится к чекпоинт-ингибиторам контрольных точек. Это контрольные точки, это семейство, суперсемейство белков CD28, CTL4, туда же входит и PD-система в норме в здоровом организме. Эта система контролирует чрезмерный иммунный ответ в ответ на проникновение чужеродного антигена, таким образом снижая активность хелперов и повышая контроль супрессоров. Однако мы знаем, что для опухолевой клетки характерно изменение иммунного восприятия и не только собственной клетки иммунной активности, но и клетки пациента, которые не имеют возможности воздействовать и распознавать ее как чужеродную. Это, в частности, связано с прочным комплексом PD, PD-L1, и образование этого комплекса приводит к ускользанию опухолевой клетки от иммунного ответа. Применение неволумаба приводит к блокированию эпитопа PD-1. Таким образом увеличивается апоптос опухолевой клетки за счет увеличения количества эффекторных клеток. То же самое касается и системы CTL4, работающей по механизму отрицательной обратной связи, активации Т-лимфоцитов и применение ингибитора, чекпоинтов, в данном случае это неволумаб, вызывает повышение активности Т-хелперов и прямых Т-киллеров, что опосредует противоопухолевый ответ. Таким образом, опухолевая клетка не получается ускользнуть от иммунного влияния организма, и развивается эффект, опосредованный иммунной системой человека, ее компонентами. Однако, вернемся к клиническому случаю, на втором введении неволумаба на следующий день возникла выраженная анемия, повышение фактора критериев гемолиза, непрямой билирубин, ЛДГ, появились ретикулоциты, положительная промба кумпса. Соответственно, пациент выбыл из клинического исследования. Начался диагностический поиск в данной ситуации, что могло привести к развитию данного осложнения. Мы видим, что экспрессия и CTL4, и PDL1 проявляется не только на эффекторных регуляторных клетках. Это большое разнообразие клеток, блокирование сигнала с которых может привести как от прямой глубокой иммуносупрессии, так и до цитотоксичности с воздействием на разные сайты клетки крови, эритроциты, тромбоциты. Таким образом вызывая развитие аутоиммунных осложнений. Именно как раз по некоторым данным авторов для неволумаба, в сравнении с, например, его же другим препаратом PDL1-ингибитором пебролизумаба, как раз для неволумаба характерна большая частота развития нежелательных иммунных реакций, связанных с гематологической токсичностью. И вот если ориентироваться на алгоритм, предложенный миланскими исследователями, исследователями из Миланского университета, мы видим появление маркеров гемолиза, получаем положительную пробу КУМПСа. Эта положительная проба КУМПСа развивается после терапии чекпоинт-ингибиторов. Соответственно, мы можем расценить это как аутоиммунная гемолитическая анемия и начать соответствующую терапию. Таким образом, учитывая тяжелое состояние пациента, выраженную анемический синдром, было принято решение в заместительной трансфузии, очищенной от облученной отмытой взвеси эритроцитов. И после этого начата терапия стероидами, преднизолон. Когда состояние пациента стабилизировалось, удалось выполнить ПЭТ-КТ, по результатам которого мы получили почти полный метаболический ответ. Однако все еще протекала аутоиммунная гемолитическая анемия, которая разрешилась только к 20 сентября. Пациент уже выпал из исследования, поэтому дальнейшая его терапия – это вторая линия ТХАП с мобилизационно- и цитотоксическим действием, с последующей трансплантацией отологичных стволовых клеток. И на данный момент пациент находится в ремиссии и подлежит наблюдению. Так вот, если опять же вернуться к исследованию ученых Миланского университета, они изучили все имеющиеся на данный момент данные разных центров по нежелательным гематологическим явлениям и их аутоиммунной природе после терапии чекпоинтов-ингибиторов. Если суммировать все это, то, соответственно, частота от незначительной, до 4% где-то, это не только анемии, но и тромбоцитопении, связанные с преждевременной потерей сиаловых кислот и дегрегацией тромбоцитов. И по заключениям ряда авторов, в частности, это вот последнее исследование 2021 года, после оккупирования гемолитической анемии, обратное возвращение к чекпоинтам ингибиторов не вызывает повторных эпизодов гемолитической анемии, и пациент может в дальнейшем продолжить получать ингибиторы. Это вот первый клинический случай нашего, с которым мы столкнулись у пациента. Перейдем к следующему случаю. Это молодая пациентка с неходшкинской лимфомой, лимфобластной, с предшественников Т-клеток. Это пациентка с жалобами на боли в животе, в результате чего остро была проведена лапаротомия. И по результатам гистологическому анализу вот как раз этого материала был выставлен диагноз. Было принято решение о начале химиотерапии четырям курсами гиперцвада, и поскольку был высокий риск прогрессирования, следующим этапом шла трансплантация аутологичных стволовых клеток. Как уже Станислав Андреевич говорил сегодня, терапия Т-клеточных лимфом не получила какого-то значительного продвижения. Поэтому я подробно не буду останавливаться на всей этой ситуации. Я скажу, что у пациентки был очень тяжелый путь. Это были частые рецидивы. Это после аута через химиотерапию мы проводили еще ало-трансплантацию, очередной рецидив. И это было несколько проб разных комбинаций химиопрепаратов, таргетных препаратов. Таким образом, что мы дошли до рецидива в январе 23-го года. Но хочется отметить, что это уже большой срок. С 20-го года начата терапия. До 26-го января 23-го года пациентка находится в относительно удовлетворительном состоянии. И качество жизни ее не страдает в процессе проведения нашей терапии. Мы стали думать о том, куда бы могли еще подействовать. И вот как раз возможности таргетной терапии для Т-клеточных лимфом, наверное, представляют наибольший интерес. В Европе уже запущено несколько протоколов по молекулярному профилированию опухоли. И это так уже, как повторюсь, Станислав Андреевич сегодня отмечал, дает возможности для практического приложения. Вот мы для себя выбрали несколько таких сайтов, на которые бы мы в теории могли подействовать. И решили остановиться на экспрессии молекулы CD38 с целью возможности применения для этой пациентки даратумумаба. Да, в его показаниях применения не зарегистрированы ни лейкозы, ни Т-клеточные лимфомы. Однако на тот момент все возможности терапии по международным гайдам, по российским клиническим рекомендациям были исчерпаны. И эта рекомендация либо о клинических исследованиях, либо терапия офф-лейбл. Что же это такое? Препарат даратумумаб обладает тропностью к CD38, который экспрессируется в большом количестве на поверхности плазматических клеток. Он поэтому нашел свое применение в регистрации для лечения множественной мейломы. Однако он не обладает прямой цитотоксичностью, а инициирует комплимент-зависимую цитотоксичность, апоптос, антитело-зависимую цитотоксичность, черенатуральные киллеры и макрофаги. Но кроме этого CD38 экспрессируется еще и на других клетках, не только плазмацитомы. И было принято решение от начала, поскольку пациентка все еще сохраняла химиочувствительность, проведение курса GDP с даратумумабом и винитоклаксом. И уже мы после первого введения отметили полный ответ по результатам КТ. Но с чем же мы столкнулись? 19-го первого введения, 24-го марта, положительный темст КУМПСа, не прямой. В тот момент мы отмечали постепенное снижение показателей крови, гемоглобин и эритроцитов. У пациентки развивалась цитостатическая панцитопения, однако терапия продолжалась ввиду эффективности. К счастью, для этой пациентки не потребовалось заместительной гемотрансфузии. Однако, учитывая это нежелательное явление, мы решили прервать эту терапию и попробовать провести другие препараты. В частности, на пациенту была проведена терапия пролатриксатом в монорежиме, на который мы не получили, к сожалению, ответа, несмотря на то, что некоторые исследования регистрируют. Это, как уже сегодня мы и заметили в предыдущем докладе. При этом хочется отметить, что впервые с марта, в конце июля, была получена первая удачная попытка подбора крови. Учитывая сохраняющийся и хороший ответ на дару Тумумайбу, нами все-таки было принято решение о начале нового курса, но уже вот по схеме препаратов. Про азоцитидин сегодня тоже говорили, что это получает экспериментальное применение в настоящий момент, однозначных данных для эффективности его нет, но пациент получает также с минус шестого дня, и уже после применения даже адзоцитидина мы заметили положительный эффект. Новообразование в поясничной области больших размеров было у пациентки, которое постепенно уменьшалось, и постепенно уменьшались шейные лимфоузлы. Однако с 12 сентября это, значит, первый курс, с 19 сентября положительный тест Кумпса непрямой. С чем же это связано? Как раз с тем, что на эритроцитах тоже в некотором количестве содержится экспрессия CD38. Как быть в этой ситуации, если все-таки пациенту требуются заместительные гемотрансфузии? Есть несколько клинических опций. Это DT3TOL, восстановитель. Обработка эритроцитов, которыми вызывает разрушение этих CD38, но при этом вызывает денатурацию еще КЕЛ и других клинически значимых антигенов, что усложняет работу. Есть другая идеальная система в каком-то смысле. Это система DARA-X. Антитела, специфичные к CD38, которые блокируют эти эпитопы. И таким образом подбирать кровь дальнейшему пациенту можно так, как будто бы терапия DARA-тумумабом даже не проводилась. Однако это сейчас только научные данные. Я не получил нигде информации о том, чтобы применялась на территории нашей страны данная система. Хотелось бы это попробовать. И, возможно, тогда для пациентов, которые будут получать длительную терапию DARA-тумумабом, это оказывается эффективно. Но есть еще третья опция. Это подбор фенотипически похожих эритроцитов с предварительным типированием DDO терапии DARA-тумумабом. Вот если обратиться к данному исследованию, в принципе, взаимодействие системы, взаимодействие врачей-трансфузиологов с врачами-клиницистами, авторы рассматривают, как поступать в той или иной ситуации. Конечно же, здесь должен быть компромисс, и отделение переливания крови должно быть информировано о том, что планируется такая терапия, что можно ждать вот такие нежелательные явления. Как поступать в данной ситуации? Определение генотипа-фенотипа. Если не было истории с определением ауто- или алло-антител, то, конечно, трансфузия должен быть один рукав следования. Если же все-таки были в анамнезе такие ситуации с получением алло-антител или ауто-антител, то это фенотипически обязательный подбор. Однако эти же авторы анализировали экономическую целесообразность. Прошу прощения, коллектив авторов другое исследование анализировали экономическую целесообразность той или иной системы. В частности, они исследовали использование восстановителей, фенотипирование, генотипирование. И вот результат. Все-таки экономическая составляющая – это немаловажный аспект применения препаратов или тест-систем. Они пришли к выводу, что восстановители при их правильной работе все-таки наиболее целесообразны в широкой клинической практике. Вместе с тем авторы отмечают, что если планируется длительная терапия даратумумабом с вероятностью потребования заместительной гемотрансфузии, то тогда наиболее эффективно это определение генотипа не более чем за три месяца до начала терапии и последующая трансфузия по генотипу. Но если же рассматривать нашу ситуацию, когда, в принципе, переливание компонентов крови не понадобилось или были бы единичные заместительные гемотрансфузии, авторы говорят, что тогда можно ориентироваться на фенотип эритроцитов и отталкиваться от этого результата. Таким образом, то есть можно выйти из ситуации, даже не имея специфических систем для блокирования этих CD38. На этом клинический случай этот закончен. И перейдем к третьему клиническому случаю. Это молодая пациентка с острым лейфомбластным лейкозом из предшественников B-клеток, которую уже получила по протоколу LL Москва-Берлин по месту жительства терапию. Сохранялся МОП. Пациентка была госпитализирована в наш центр. С целью лечения минимальной остаточной болезни было принято решение о проведении двух курсов блина Тумумаба, однако практически сразу после завершения второго курса первый ранний рецидив. Было принято решение о реиндукции ремиссии лейкоза с оптимальным уменьшением бластоза для подготовки к гаплотрансплантации, поскольку у пациентки имелся донор. Это отец полностью совместимый. Было принято решение о проведении курса гиперцват с препаратом инатозумаб-азагомицин. Анна Константиновна уже сегодня упоминала о нем. Это действительно коньюгат анти-CD22, который связан с токсическим препаратом и проникающей внутрь клетки, вызывающей разрушение нитей ДНК, таким образом вызывающей гибель лейкозных клеток. Пациентка удовлетворительно практически перенесла два курса. Были некоторые инфекционные осложнения, которые успешно были купированы. И таким образом пациент подошел к трансплантации. Проведена трансплантация гаплоиндетиничных стволовых клеток, сниженный режим интенсивности кондиционирования. Однако уже 19 апреля была трансплантация, трансфузия стволовых клеток. Но 1 мая у пациентки отмечен синдром печеночно-клеточной недостаточности, генерализованный отечный синдром, увеличение массы тела, увеличение размеров печени, ее болезненность. По результатам КТ происходит увеличение размеров печени и снижение плотности паренхема печени. И вот складывалось впечатление о развитии вено-окклюзионной болезни печени. Вообще до сотого дня после трансплантации все эндотелиальные повреждения формируются в группу синдрома ранних эндотелиальных повреждений. И одну из них как раз и составляет синдром синусоидальной обструкции вено-окклюзионной болезни печени. Чем он характеризуется? Тем, что в процессе, после трансплантации происходит повреждение цитокинами синусоидов, эндотелия синусоидов. И это повреждение является первичным по отношению к провоспалительным и протромботическим изменениям. Под влиянием повреждения синусоидов происходит отек гепатоцитов и таким образом сдавление синусоидов и центральной вены. При этом сдавление центральной вены по рядом авторов наблюдается в 55% случаях, а вот сдавление синусоидов, синусоидальная обструкция, наблюдается до 75% случаев. В этом году сообщество ИБМТ опубликовало критерии по диагностике, тактике лечения этих пациентов. И вот надо отметить, что среди всех факторов риска, которые характерны для развития этой патологии, как раз применение инотозумаба азагомицина повышает риск развития и применение гепатотоксичных препаратов. Я уже отмечал, что пациентка часто сопровождалась частыми инфекционными осложнениями, тяжелыми, это пневмония с полирезистентными штаммами, тяжелая кожная инфекция. Все это требовало назначения антибиотиков резерва, обладающих большой гепатотоксичностью. Кроме того, она получала профилактику РТПХ ингибиторами кальциневрина, что также повышает риск развития веноокклюзионной болезни печени. Таким образом, был выставлен диагноз веноокклюзионной болезни печени, однако под существовавшие ранее критерии было две системы оценки, это сиэтловские и балтиморские критерии. Вот, например, балтиморские критерии не учитывали безжелтушные формы веноокклюзионной болезни, и повышение билирубина являлось обязательным. А в данном клиническом случае повышение билирубина так и не происходило. Это не единый вопрос к данным критериям, и сообществом EBMT в этом году было предложено деление диагноза на вероятный клинический и подтвержденный. При этом сами специалисты говорят о том, что подтвержденного диагноза даже не обязательно добиваться, поскольку получение гистологии из печени это очень трудоемкий и очень опасный процесс, особенно в условиях тромбоцитопении, асцита, прибавки веса значительной, и можно руководствоваться вероятным и клиническим диагнозом. Так вот, после постановки диагноза была начата терапия, были назначены кортикостероиды, поскольку токролимус был отменен с самого начала терапии, проводились сеансы плазмофереза, заместительные трансфузии, это свежезаморозженная плазма, 31 доза, криопрецепитат. Все это время пациентка получала урсодезоксихолевую кислоту, постоянная веновенозная гемодиафильтрация, заместительные терапии антитромбином-3, поскольку тоже наблюдалось снижение у данной пациентки. Но вот если обратиться к рекомендациям по медикаментозной профилактике и лечению сообщества ЭБМТ, мы можем заметить, что все, что мы назначали, это сообщество мне рекомендуется. Единственный рекомендуемый препарат это дефибротит, который представляет собой комплекс олигонуклеотидов, полученный из эпителия желудочно-кишечного тракта свиней. Он до сих пор имеет точно неопределенный механизм действия, но вместе с тем единственный рекомендованный препарат. И вот здесь это ситуация, когда доказательная медицина, наверное, сталкивается с реальной клинической практикой. В нашей стране дефибротит не зарегистрирован, его аналогов нет, и, соответственно, все решение о клинической тактике должно применяться, чтобы не в ущерб пациента в имеющихся условиях и пользоваться теми терапевтическими опциями, которые есть на данный момент. Но нужно отметить, что да, действительно, орсодезоксихолевую кислоту пациентка все время у нас получала. Авторы говорят, что антитромбин-3 не показал эффекта при нормальном уровне в комбинации с дефибротитом. Но при этом у нас, в нашем случае, у пациентки имел смысл назначение антитромбина-3, поскольку наблюдалось его снижение. Поэтому в результате терапии вот этого длительного и очень тяжелого осложнения произошло разрешение цитолитического синдрома, нормализация уровня антитромбина-3, восстановились показатели ультразвуковые печени. Таким образом, вот это тяжелое осложнение было купировано. Хотелось бы, что сказать в заключении. Вот представление этих клинических случаев это не какое-то жесткое руководство к действию, это скорее наш опыт с целью поделиться, посмотреть, как можно реагировать в той иной ситуации, не имея специфических антидотов, например. Нужно отметить, что это достаточно редкие осложнения, а тяжелое течение этих редких осложнений бывает еще реже. Это единственный случай вот в клинической практике нашего отделения, с которым лечащему врачу пришлось столкнуться. И все-таки хочется верить, что расширение применения данных препаратов будет позволить больше накапливать опыта и иметь сформированные алгоритмы, как действовать в той или иной ситуации уже с имеющимися терапевтическими возможностями каждого центра. У меня все. Спасибо. Продолжение следует...